МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте знакомиться. Как кого зовут? Меня Вика. Меня Виталик. Меня Катя. Викочка, а ну-ка расскажи, пожалуйста, о Катюше и о Виталике. Какие они? Катя, она иногда может быть на меню. Может быть, она может со мной всегда дружить. Может со мной играть, а иногда она не хочет со мной играть. Ну, это нормально. Ты же тоже не всегда хочешь играть с Катей или с Виталиком, или со своими друзьями, правильно? Да. А Виталик, он наш младший брат, он тоже по своим всегда делам. Он постоянно тоже бегает от нас. То есть самостоятельный у вас, Виталик, да? Да. Самостоятельный. Катюш, а что ты любишь делать? Я люблю заплетать. Так, прически любишь делать, да? Гулять на улице, читать. Так, Виталик, ты так красиво улыбаешься. Я думаю, у тебя есть что нам сказать. А ну-ка расскажи о себе, пожалуйста. Я всегда хожу на улицу с Викой, с Катей, гуляюсь. Хочу я с Катей за мной бегать, когда я сижу на велосипедах. Она за мной бегает, а Вика себе гуляет с подружками. Я смотрю, вы очень дружные ребята, да? В принципе, вы очень много делаете вместе, очень много проводите время вместе. А скажите мне, пожалуйста, когда вы вырастите? Уже вырастите, правда? У каждого будет своя семья, у каждого будут свои дела. Вы останетесь такими же дружно? Да. Прекрасно, даже все вместе сказали. Отлично. Кто-то знает из вас стихи? Так, с кого начнем? Водок, дай, полив, розмай, зелень, гай, лисина, все целый, не любит, дай, наша батьковщина, помни, не забывай, батьковскую стиху, прикрасай, шануй святой, дим свій батьковщин. Здорово. Шепшина важко віддає плоди, вона людей хапает за рукави, но кричит, людина, ой, педожди, людина, будь ласкава, не всі, не всі, очаги ткоблиш, одна пташина так мене просила, я шо для всіх, а не для тебе лиш, і щоб осень була красива. Ти со стихами как, дружиш? Ну да. Так, а есть какое-то стихотворение, которое тебе очень нравится, которое ты знаешь наизусть, и которое, может быть, тебе помогает, вот, в жизни? Да, знаю стих, но я его не совсем знаю, но знаю. А можешь вот чуть-чуть, немножко, может быть, несколько. Я украинка, живу ради, щоридной мови я володею, со церковью слова умею писати, слова молодіни, і версії складати. Я украинка, живу ради, щоридной мови я володею. Великолепно, молодец. А в школу у нас ходят Вика і Катя, да? Ты ходиш в школу? Когда мы ездим в Солоньку, когда мы бежим. А вообще тебе интересно в школе? Да. А с ребятами дружишь? Класс дружный? Хороший, интересный? Да, интересный. Хорошо. А с мальчишками или с девчонками больше у тебя друзей каких? Девочек или мальчиков? Мальчиков. А почему больше мальчиков? Вот у всех мальчиков больше друзей мальчиков. Почему так? Не знаю. Ну, когда я пришел в школу первый раз, они посмотрели, они хотели со мной дружить, потом я начал писать, холдосов, мне начали оценки ставить, и они со мной подружились. Ага, тебя зауважали, да? За оценки, за то, что ты много знаешь. А списывают у тебя? Не, каталые мальчики списывают. А девочки не списывают? Не. Да почему это они такие? И они все сами знают? Нет, там одна девочка не может лисеть. Друзья, да, не может она. А я ей помогаю. Ты ей помогаешь. Отлично. Молодец ты большой. Викусь, а тебе что в школе нравится? У меня физкультура. Иногда после уроков, ну, у нас в школе, в 44-й, есть такие занятия по танцам. И я постоянно переодеваюсь дома и бегу на танцы. Так, танцевать любишь, отлично. А как ты думаешь, подрастешь, будешь продолжать танцами заниматься? Катюш, ты любишь тоже делать прически, ну, наверное, можно предположить, что все-таки как-то связываешь себя с профессией парикмахера. Да, связываю очень, да, делать их запретаю. Так, хорошо. Нравятся им те прически, которые ты делаешь? Да, очень. А как ты думаешь, будешь учиться вот уже, чтобы стать профессиональным парикмахером, ну, и работать дальше? Да, буду учиться. С чего начнешь? Пойдешь в училище, допустим, в колледж, или закончишь школу и сразу же там... В школу и пойду учиться. Пойду учиться, да, то есть ты 11 классов хочешь закончить. Так, хорошо. А тебе что в школе нравится? Мне алгебра. Кстати, очень полезная вещь для парикмахера, потому что, в принципе, да, надо рассчитывать, да, и какие-то пропорции краски для того, чтобы что-то получилось. И когда прически тоже, и геометрия, кстати, тоже важна для парикмахера. Так что ты там на правильном пути, ты молодец. Катюш, а скажи, пожалуйста, как ты думаешь, для человека очень важны семейные отношения? Да, очень важны, потому что они, если нету родных, они просто не смогут. Ты старшая, ты, конечно же, помогаешь, да, и Виталику, и Вике. Тебе сложно это делать? Или для тебя это вот естественное состояние? Естественное состояние. Помогать люблю. Как ты думаешь, все у вас получится так, как вы хотите? Да, получится. А почему? Потому что мы одна, ну, одно, ну, брат и сестра. И мы будем дружные. Виталий, шановные друзья. Мы в Центрі социально-психологической реабилітації дітей. И наша співрозмовница, директор Центру, Світлана Миколаевна Клюйко. Сьогодні мы поговорим про то, как научить дитину допомагать. Здавалося б, что это очень просто. И каждый отец, каждый отец, кажется, что знает, как это сделать. Но все-таки, есть системные ошибки, вот в этом учении, и помогать. И потом они перерастают уже в скандалы дома, потому что я же тебе говорила, я же тебе говорила, что-то сделать. А дитина не делать. И не делать не потому, что она такая погана, а потому, что что-то было сделано у самому маличку, так, у самому дитинстве. Не так было сделано батьками. Світлана Миколаевна, как сделать правильно, чтобы дитина помогала с радостью, а не просто потому, что она знает, что ее покарают за то, что она не сделала? Мы говорили про то, что детей мы выховываем с маличкой. И дитина через игрушки, через гральні певні таки вправи, таки дії, которые батьки с ними делали, она чемусь учится. Но справился в том, что помощь у детей иногда не принимается как помощь. Мы весь час говорим про то, что ты можешь мне допомогти, например, что-то принести с мною, что-то принести мне, это ты мне допомог, что-то взяли, вынести смятя из дома, это ты мне допомог. Но мы весь час, дорослые, уникаем того, что дитина, помощь, допомога, иди поруч с пониманием работа. Вот мы что-то делаем, у детей на работе, а у дитини складывается впечатление, что дитина весь час відпочиває, вот воно, пішли в дитячий садочок, пішли в школу, это не принимается как певная работа. И почему-то так стается, что помощь принимается, она должна только в работе приниматься. Мы пошли с вами собирать яблоко под деревом, дитина нам допомогает, это работа. И не все батьки говорят про то, что это самая помощь. А так треба, ты должен работать с мной. Оце понятие, такое смешание понятий, оно сприяло тому, что потом дитина не хочет ничего делать, больше того, в семьях действительно возникает конфликт. Я думаю, что нужно свое семейное життя таким чином будувати батькам, чтобы дети понимали, что все, что в доме делают и батьки, и дети, они помогают один одному створить затишок в семье, сделать комфорт, в котором они живут. И таким чином они выражают свою любовь один до одного. Потому что, знаете, как в доме мультику, где привет, дай мне привет. Не банальная фраза, а воно дейсно так, діти все сприймают материально, его нужно взять в руки, они виртуально это очень плохо сприймают. Я думаю, если дитина будет понимать, что прийти из школы, пообедать, помить за собою тарелку, это будет допомога батькам, чтобы батьки пришли, отчели, больше уваги придели, больше уваги, больше того, чтобы батькам допомогли устроены доброго настроя, с каким настроем они не пришли додому, но прийдучи додому, они должны отдохнуть, и у них настроек должен украшаться, чем на работе. Поэтому, следить батькам еще говорите, что, пожалуйста, сделайте ситуацию, что дитина должна это сделать. Больше того, я думаю, если дитина будет чувствовать свою ответственность, за какое-то становление, або знает, если батька или мать хворя, они пошли на работу хворя, они придут працювать, в чему ты можешь допомогти? Вот маленькая дитина, чем она может допомогать матери, если мать хворила? Практически ничего, но она должна понять, что, если она помиет тарелку, чашку, заметит в комнате, або свои игрушки даже соберет, и соберет свои подручники и зошиты, это уже матери допомогли, чтобы мать себя легче. Это радость, которая принесет ее, внесет певный успех у ее выздоровлению. В подальшому будет створена ситуация, когда в семье дитина не просто допомогает, как это сделать, как это удовлетворение, мы говорим, ты мне сделала удовлетворение, а как дитина будет понимать, что это необходимо, это нужно для себя, это обязательно, и это нужно обязательно сделать, чтобы тебе было хорошо и комфортно. Дякую, Святлана Миколаевна, дякую вам, шановные друзья, за то, что вы с нами. И еще хочу николи, даже если дитина вам заважает, но хочет допомогить, она маленькая, у нее не всегда все виходит так, как вам хочется, так, швидко, как вам хочется, но никогда не нужно говорить, ты мне заважаешь, если дитина хочет допомогить, нехай она сделает что-то неправильное, но все таки, похвалить ее, похвалить за то, что она помогла. есть очень хорошая фраза, ее сказала очень мудра бабушка, хвалить, если даже хочется плакать, если дитина что-то делает, не так швидко, как вам хочется, но все таки, похвалить, потому что это от души, она хочет допомогти, а навчиться, она всегда навчиться, бачите те, что вы делаете, и будет наследовать вас. Я желаю, чтобы в наших семьях все было добре, чтобы мы любили один одного, спілкувалися один с одним и радили один одному. До встречи на телеканалі Миколаев через неделю. Миколаев 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 Миколаев